Я вижу, ты нажал на мою превьюшку, ну уж очень она была кликбейтная, с этим нельзя не согласиться, только вся суть в том, чтобы это видео должно быть в рекомендациях, и вы спросите, нахуй? А всё потому, что только в рекомендациях, ну или там ещё в некоторых вкладках показывается начало видео, то есть, когда ты смотришь на превью там больше 5 секунд, то оно начинает проигрываться, и как раз таки эта штука должна была получиться, так что если вы тыкнули на это видео не в этих вкладках, то скорее всего вы не поняли это превью, так что да. Всем здарова, с вами Хифейк, и сегодня мы будем создавать свою КС, да, но перед этим я кое-что хочу сказать, то что если вы не боитесь потратить всего лишь-то 6 минут своей жизни, всего лишь-то 6, и при этом узнать как создать свою КС, ну как создать, скопировать, короче просто кипите вот сюда вот, да, это если что плейлист, состоящий из трёх видео, но самое главное, это посмотреть первый ролик, так что вот сюда вот, тык... Короче, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня займёмся главным меню, а точнее, наконец-то уберём вот эту надпись FPS.me, и также сделаем прочую фигню. И да, пожалуйста, не обращайте внимания на вот эту надпись, мне просто её лень убрать. Да мне похуй! Короче, поехали! В общем-то, нам сейчас нужно загрузить наше главное меню, и что нам для этого нужно сделать? Да особо ничего, просто идём в папку FPS.me, Scenes, Map, Main Menu, и здесь мы загружаем вот эту сцену, и у нас загружается наше меню. Короче, что мы сейчас будем делать? Я думаю то, что каждый, кто создавал свою CS по моим видосикам, хотел исправить вот эту надпись FPS.me. На самом деле, это делается уж очень просто. Для этого нам всего лишь нужно найти объект Main Menu Canvas, развернуть его и найти объект Asset Logo. Нажимаем на него и видим вот такую вот картину. Находим здесь компонент текст, и мы его можем свободно изменять. Допустим, Battle Strike, мы также можем поменять цвет этого текста. Вот здесь вот, допустим, вот такое, мы также можем убрать прозрачность с помощью вот этого ползунка. Думаю, так будет намного лучше. Также, конечно, мы можем передвинуть нашу надпись, допустим, переместим её вот в этот угол. Но если мы сейчас попробуем изменять наше разрешение экрана, то мы заметим вот такую вот проблему, да. И чтобы это исправить, нам нужно привязать наш текст к вот этому углу. Нажимаем вот сюда вот, и выбираем здесь наш угол. Ну и теперь наша надпись будет вот здесь вот. Отлично. Черт. Также, конечно, мы можем поменять наш фон на какой-нибудь там другой цвет. Для этого нам всего лишь что нужно найти объект Main Menu Canvas, и находим здесь компонент Image. И здесь мы можем менять цвет. Вот так вот. Также мы можем поставить на фон любое изображение. Для этого нам нужна картинка. В моём случае это вот такая картинка. И да, что очень важно, чтобы у этой нашей картинки стоял текстур. Type был Sprite 2D and UI. Без этой настройки мы не сможем её использовать в качестве фона. Нажимаем потом здесь Apply внизу, и теперь мы можем просто взять и перетащить эту картинку вот сюда вот. И мы сейчас здесь ничего не увидим. А я не понял! Это всё потому, что у нас сейчас стоит чёрный цвет. Нам нужно сделать полностью белый. Вот так вот. Мы также можем окрасить нашу картинку в красный, зелёный, какой хотите. Но лично я окрашу её сейчас в серый, чтобы она была не слишком яркой. Также мы ещё можем видеть то, что если мы сейчас будем изменять разрешение нашей игры, то мы увидим вот такую вот картинку. То, что наш фон вот так вот сжимается. Ну что это, блядь? Чтобы такого не было, нам нужно поставить вот здесь вот галочку. Тык! Теперь у нас появились вот эти пробелы по сторонам. И чтобы их исправить, нам нужно сделать одну вещь. Для этого мы сейчас нажмём на кнопочку Create, UI, и здесь мы выберем Panel. И тем самым у нас создадится вот такая вот панель. Для начала нам нужно поднять её вверх в нашей хирархии. Вот так вот. Чтоб она не перекрывала наши кнопки, надписи и тому подобное. То есть, если она находится у нас вот здесь вот, то мы заметим то, что наша надпись Battle Strike находится за этой панелью. Но если мы её передвигаем вверх, то всё получается наоборот. Теперь мы просто берём, идём на Main Menu Canvas, спускаемся пониже, находим наш компонент Image, нажимаем на вот эту шестерёнку, нажимаем Copy Component. Мы также можем уже удалить наш компонент Image. Просто нажимаем опять на эту шестерёнку, и здесь мы выбираем Remove Component. И он у нас удаляется. А теперь мы идём на нашу панель, находим наш компонент Image, нажимаем опять на шестерёнку, и здесь мы выбираем Past Component Value. Ну и сейчас у нас всё то же самое, что мы и видели раньше. Короче, а теперь нам нужно выбрать вот этот инструмент, и нажав на серединку, мы можем его расширить. И тем самым при изменении разрешения, у нас почти что не будут видны эти края. Только уж в самых непонятных разрешениях. Не понимаю! Также у нас изображение довольно плохого разрешения, так что я взял другое изображение и поставил его. И также передвинул надпись Battle Strike в другой угол. И да, если у нас всё-таки видны эти края, то пусть они у нас будут чёрными. Для этого нам всего лишь что нужно пойти на нашу камеру, вот сюда вот. И здесь мы просто выбираем за место Skybox Solid Color. И просто изменяем цвет на чёрный. И так, я думаю, будет намного лучше. Также, допустим, вот эта надпись Created by Pablo Disco Bar нас не устраивает, и мы хотим изменить на своё имя. Для этого мы просто переходим на объект Made by Text. И здесь мы изменяем наш текст как хотим. Я лично напишу вот такую вот фигню. Да. Пожожж, да. И да. Мы здесь можем изменять абсолютно всё. Допустим, сейчас мы включим вот этот объект, да, и обнаружим, что здесь у нас эти кнопки. Мы их тоже, конечно, можем изменять как угодно. Включим, допустим, вот этот объект. Это у нас окажется окном создания сервера. Ну и так, с каждым окном мы можем делать абсолютно что угодно. Ну и, кстати, да. Я вот тут так подумал, подумал и понял, что, скорее всего, я скоро буду делать видео о переносе этой игры на Android. То есть, так сказать, будем делать свой стенд-офф. Ну и ещё. Тыкайте вот сюда вот, да, чтобы подписаться на канал, да. Также тыкайте в следующую часть видео о создании КС. Да, если она, конечно, есть. Если нет, то тут будет другое видео. Но оно тоже интересное. Так что тыкай. Ну и да, как всегда, с тобой был Хифейк. Пока.